всем привет сегодня у меня на мукбанг ужин и вы наверное уже поняли что у меня многими любимые да 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 они говорят что я картошку не ем она бесполезна я думаю что картофельная запеканка она не то что полезно ее любят все любят все из с детского садика вот у меня почему-то я ее люблю с детского сада как готовил я ее не снимал поэтому я думаю что каждый знает как приготовить творожную запекаю картофельную запеканку кто не знает во время мукбанг я вам расскажу здесь у меня вкусный тот салат который я что-то на него подсел с редькой зеленой и морковкой здесь это как-то крышка стала плохо закрываться но тут короче меринда свалил себе компот но пока стояла в духовке у меня сверху стояла кастюля с компотом короче согрелся компот я не очень люблю пить теплое картофельная запеканка мясная с картошкой рядом вы можете наблюдать соус баланин а за ой лицу правда к баланин а за бешамель бешамель очень кстати вкусный надо было только единственное что запеканки конечно нужно было постоять немножко остыть чтобы она так совсем не разваливалась но время идет жрать охота хочется быстрее телевизор диван на кровать кошка у меня сто раз накормлена уже давно на диване к верху пузом а мы тут все еще ковыряемся то с одним то другим такое солоновато получил что-то стал пересаливать да и мне кажется не ринда мне кажется от фанта отличается короче я раньше никогда не умел готовить запеканку хочется поставить что все было видно вот не умел готовить ютюба тогда еще не было для всех компьютеров тогда только не было интернета через этот телефон помните через домашний сидишь что-нибудь смотришь или там найдешь что-нибудь а тебе по домашнему телефону то не позвонит и все как говорится пипец котенку все сразу вылетает через этот ужас модем помните с этими и соединялся там только как портенка режет то ли как будто котенка мучают короче своими какими-то догадками понимаешь что картошка мясо картошка вроде все сделаешь поставишь духовку оттуда достаешь супер из фаршем не получалось и потом когда я уже работал на теплоходе познакомился там естественно с нашими поварами чего на директор ресторана то оксанка оксанка красных то я с ней еще с цирка знаком этом просто поваром работала потом когда я туда пришел вот батюшки мои красных напугали короче увидел свою знакомую и понял что теперь на кухню мне будет вход свободный на самом деле так мне короче там узнал рецепт как делается у меня была самая главная ошибка кто кстати не умеет готовить я вам говорю почему моя ошибка была в неправильном приготовлении картофель запеканки в том что я делаю пюре самое настоящее то есть я брал пюре мял добавлял туда кто то что яйцо молоко но более густой так скажем дел но это я все добавлял оказывается этого ни в коем случае ничего нельзя добавлять потому что молоко она при готовке отсекается выходит это вот всякие знаете лишняя влага а ее не должно быть в картошке то есть картошка мнется только на сухую добавляется специи что вы хотите сухое все ни в коем случае ничем не разбавляется не водой из-под картошки не молоком вот я не кузел я траву не ем ем ради интереса не забывайте кстати что у меня под видео ой кстати забыл под видео поставить который выложил ссылка в описании на донат и поэтому кто может на развитие канала буду рад и благодарен вашей помощью потому что не только на развитие канала но и хочу приобрести кое-какие вещи для съемки вот потом значит что еще нельзя продолжаем разговор про этот беканку нельзя большое что делать фарша я здесь сделал большую ошибку что у меня фаршу вот так с одной стороны вроде к вкусно но фарш он же рыхлый поэтому когда вы будете доставать кусок может развалиться удобно конечно же быть форма подходящая лопатка и самая главная фишка что запеканка практически должна быть холодной практически тогда вы ее с легкостью достанете из формы мне кажется нет но можно запихать только формата она же такая мягкая мне кажется нет ну не можно конечно сделать попробовать кто может кто хочет но мне кажется неудобно и туда класть силикона вот у меня например силиконовая из круглая вот представляете вы берете она же тяжелая и края могут как бы ну треснуть развалиться не за мне неудобно было бы делать я думал как-то об этом кстати сегодня купили радиску откуда слова радиска это у меня подруга таня шесты битва мы с ней еще познакомились в городе потом поступили в институт вместе в группе учились в одной он друзьями таки остались она говорила слово нашего мастера стефанова югута не почему ты называешь стефанова она же стефанова нет она стефанова я и так и не мог переубедить что это неправильно стефанова стефанова валентина степанова через е степанова валентина степанова потом она называла велосипед велосипед играл француженку в то время потом еще что-то какое-то слово велосипед велосипед стефанова печенье было смешно кстати многие так говорят я заметил отстыть как вы говорите слова остыть ну грубо говоря да я поставлю сюда кашу ей нужно остыть я говорю так остыть а то кто-то говорит я поставлю сюда кашу чтобы она отстыла отстыть то есть отстыть или отстыла тогда получается как вот редиска я думал что краснодарское китайская тетка нас не обманула сказала ну конечно откуда она это не проверить она придется в таких больших мешках мы сегодня ездили на на преображенский рынок чтобы сравнить цены то что в магазине продают огурцы помидоры овощи фрукты и что продают на рынке нашли редиску 120 рублей килограмм хорошая крупная редиска но взял чуть-чуть на пробу потому что она бывает внутри пустая я говорю китай она говорит нет краснодара его тоже краснодаре диска есть грида но в любом случае не стал много брать хотя за 120 рублей можно он тоже наводил салаты любая нарезка хочется со сметаны хочешь с майонезом хочешь с маслом готовы гарнир или под гарнировка ну и короче действительно очень вкусная не горькая сладкая внутри не пустая так вот а цены в городе кстати ну-ка в городе в магазинах есть даже дешевле цены там на фрукты на овощи чем на рынке вообще вот раньше я приходишь на рынок берешь какой-то продукт на рынок едешь специально потому что там было дешевле можно было поторговаться что-то выбрать и как-то вкуснее добыла сейчас приезжаешь на рынок цены дороже чем на в магазинах причем рынок и такой крытый там будки эти стоят ну что там аренда такая огроменная как в торговых центрах нет и цены все одинаково вот если огурцы стоят 130 рублей кстати вот там вот они тоже дешевле чем в городе ночи в магазинах потому что магазинах эти гладко как-то не называется средний 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 плотный что они называются 130 рублей я брал во вкусе вилл за около 200 с чем-то рублей там 130 но тоже может взять килограмм но опять же поторговаться нельзя цена указана 130 рублей и она простите она по всему рынку 130 130 130 130 помидоры пошли 160 ну например сейчас то конечно не 160 там до 500 рублей 280 250 килограмм помидор и вплоть до 500 рублей причем как-то я брал узбекские помидоры типа очень вот эти дорогие которые в магазинах за 485 рублей такое говно вообще а потом взял как-то сливовидные они намного вкуснее и стоит они там 200 рублей в общем такие цены жуть за траву у меня кстати папа вообще не понимают хотя он очень долгое время занимался бизнесом рассчитывал все эти дебиты кредиты и все остальное там навары вот он как я не пойму огурцы это вода ну что для них нужен свет то что по крайней мере в нашей стране еще дешево семена но может быть какой-то я не знаю там какая-то как это называется удобрение все ну и вода то есть вода у нас тоже холодная вода на это же не с луны эту воду привозит правильный там какой-нибудь сотой дистиллированности и он говорит огурцы стоит дороже чем говядина ну-ка понятно корову нужно вырастить корову нужно накормить за коровы нужно ухаживать там и все остальное убирать люди да там сколько людей нужно ветеринары тоже такие службы целая огромная потом это мясо нужно как-то это проверить или еще что-то на огурцы конечно тоже проверять но все таки это огурцы они они корова правильно ведь огурцы дороже чем чем говядина зимой говядина например стоит там 400 там 30 рублей а огурцы зима могут под 800 стоит два раза дороже конечно можно взять китайская но тоже что-то внутри меня такая мечта кстати купить эту фигню мерить эти нитраты нитратометр или как-то купили еще творог белорусский 200 рублей килограмм 199 ну чтоб там позавтракать или что-нибудь еще полтора килограмма не такими папина сестра она мне тогда в гостях сидела мне как-то говорила нужно йодом капать в молоко в общем на молочку на всю лишь если там нет крахмала то она должна оставаться коричневым по моему как йод обыкновенный цвет йода а если там есть крахмал то по моему именно молочка меняет цвете по моему становится синяя да так и рассказал в общем надо у меня спросить и вот этот вот просто пашка говорит очень что-то дешево хотя я пришел у нас консьержка внизу я другу купили на дачу купили но я рассказываю творога 200 рублей килограмм горьков дорого я круто как дорого так если пачка творога стоит в магазине там сколько 180 грамм наверное да ну 200 мне кажется тоже сейчас уже нету мы будем считать 200 грамм да нету там 300 пачки в обыкновенной вот вот и не знаю но 2 читать все-таки 200 рублей не будем считать вот эти копейки но пачка творога сколько стоит просто квашена магазине 200 грамм рублей 400 рублей килограмм вот а мы купили получается килограмм за 200 рублей вопрос хороший ли это творог но я у него брал в том году перед как раз вот с вами месяца мы где-то садимся на такую практически жесткую диету я не знаю поэтому как я буду снимать мукбанки или будет это что-то одно и то же поэтому сильно там по лету по весне не рассчитывайте что что-то будет такое прямо супер супер гламурных интересное потому что в августе собираемся ехать на отдых и не хочется очень как найти три коровы лежать на этом на пляже ну короче в этом не про это вообще рассказывал в том году мы тоже так же собирались его с мая месяца мы сели на такую достаточно плотную диету у нас были творог вот этот молодые тетки покупали с фруктозой вместо сахара или фруктозу фрукты появлялись как раз новые всякие черешни что там еще тогда были абрикосы персики уже тогда были да ну что-то вазилин грубо говоря тратили деньги не на такие вещи там не на фарш и картошку вот это все а на более легкое чтобы вечером можно было если поздно например пашка приходит с работы чтобы в 11 часов он не ел вот этот вот запеканку эту а чтобы он мог съесть например там творожок ну творог или просто там вареное яйцо фунчозу мы кстати ели фунчозу вообще с огурцами со всякими там с морковками уходила салат ну и фрукты например не принцами в том году этот творог ели и нормально без всяких последствий не пили вот эту всякую гадость обрел компот и из крупному что-то гречку мы только ели а я всякие делал всякие шашлычки из курицы шашлычки и всяких субпродуктов все в духовке вы мочишь все приготовишь тебя там в масле в оливковом соль и перец там лайм или чего-нибудь выжмешь все это у тебя поквасится потом на шпажки и в духовку и нормально огурцы и помидоры все дорогие мои спасибо всем большое 20 минут мог банк как обычно у меня прошел обязательно подпишитесь на мой канал вот здесь вот где есть эмоджи или в конце выйдет моя фотография сделайте репост если есть возможность в любые социальные сети расскажите о моем канале вашим друзьям и поставьте лайк и конечно пишите комментарии всем хорошего дня вечера или когда вы смотрите мое видео всех люблю целую с вами был ваш олег николаев до новых встреч пока